Твиттер запустил новую инициативу, чтобы узнать, что именно означает здоровая социальная сеть в 2018 году. Приглашает экспертов, чтобы они разработали модель общественной сети, которая будет измерять здоровье Твиттера. И вот они задаются такими вопросами. Как бы выглядел здоровый Твиттер? Что такое вообще здоровье для соцсети? Что бы вы ответили на этот вопрос и как бы вы прокомментировали, что такое социальная сеть здоровья? Я как изучающий Кабалу сказал бы так, что надо сначала изучить, в чем заключается смысл нашего развития. И все, что идет в соответствии с нашим развитием, то есть ведет человека к целетворению добрым путем, оно полезно, все остальное вредно. Вот так бы я и расценивал все новости и вообще информацию. Не надо человеку ничего, кроме того, чтобы знать, как же ему надо правильно, добро, быстро развиваться, для того, чтобы достичь наилучшего состояния, которое уже находится в природе, только мы еще его не знаем, не изучили, не ощущаем, оно еще впереди нас. Я понимаю людей, которые создали интернет, но я понимаю их разочарование в том, что же люди сделали с их детищем. Проблема не в интернете, а проблема в том, что нами управляет эгоизм. Пока мы из него не выйдем, все, что мы делаем, все будет нам во вред. Так что нам надо исправлять себя, а не интернет. До тех пор ограничения никакие не помогут, я извиняюсь. Никакие ограничения не помогут, никакие все равно люди все обойдут, потому что их толкает эгоизм, и каждый хочет влечь на голову другому, и каждый желает пропиарить себя и так далее. То есть не надо ничего иного, кроме как воспитания. Твиттер должен заняться, и вообще весь интернет заняться только лишь воспитанием людей, перевоспитанием. Поскольку это все эгоизм наш производит, поэтому в этом изначально ничего хорошего быть не может. Даже, казалось бы, какие-то хорошие советы там и так далее, ничего хорошего в этом быть не может. Единственное, что нам надо сделать, это практически отрубить 99% интернета и начать его наполнять тем, что полезно для развития, для доброго развития связи между людьми. Интернет не надо исправлять, надо исправлять людей. Он сам по себе это хорошая машина, но, конечно, она не должна использоваться так, как сегодня. Что сделать для этого? Надо просто принять мировой какой-то закон в Организации Объединенных Наций, в ЮНЕСКО и так далее, чтобы не заниматься болтовнёй. Они тоже отражение нашего эгоизма. А приняли бы закон о том, как нам, по крайней мере, частично хотя бы, но направить интернет на благо людям. А сейчас он только лишь оболванивает людей. И не более.